Слава Богу, братья и сестры, я так рад за то, что у нас в церкви столько ребят, столько деток, они все такие разные. Кто-то очень серьезно относится к этому делу, кто-то улыбается, но они все такие живые. И слава Богу за нашего Ригента прекрасного, который так много трудится с ними. Слава Богу вам, родителям, которые жертвуют, наверное, где-то своим временем, чтобы привезти детей, забрать. Когда-то я был маленьким, и хоть ничего из этого не вышло, того, наверное, что ожидалось, но я тоже пел в хоре. И вот сейчас я, наверное, оцениваю тот труд, который вкладывали родители, чтобы организовывать мое присутствие там. Я очень хочу в унисон Сашиной проповеди сказать, что раз мы все с вами приняли решение прийти сегодня сюда. Это весьма хорошо. Я надеюсь, что это решение, оно позволит нам всем с вами встретиться на небесах. Давайте откроем Псалом 90 с первого стиха. 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 Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Весь этот Псалом, почему я его решил прочитать? Такая тема, она актуальна, я думаю, что не только сегодня. Тема нашего внутреннего мира, нашего покоя и нашего противостания, беспокойству, тревоге. нас это периодически окружает, приходят какие-то сложности личные, иногда это сложности, которые касаются порой даже всего мира. И решение, которое мы с вами приняли прийти в Дом Божий, в этом Псаломе, оно как бы отзывается тем, что Господь нам хочет помогать. Господь нам хочет отвечать на наши решения. И вот смотрите, стих 6 и 7. «Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут после тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но не приблизятся к тебе». Господь объясняет нам через Давида, что наша близость с ним, вот наше это решение, это действительно решение, потому что в жизни будет все меняться. И нам важно следовать этому решению. Это решение, оно даст нам покой, мир и безопасность. Я почему еще заговорил о покое, о мире? Однажды я столкнулся с ситуацией, в которой я сам не смог найти никакого выхода, никакого решения. Я хотел пойти определенным путем, но обстоятельства просто закрывали для меня этот путь. И вы знаете, внутри нарастала тревога. Длилось это не один день. И вот это вот такая, знаете, как каждодневная нарастающая нерешенность вопроса, близость развития событий, которые мне не хочется, оно вызывало очень такое состояние… Я был как сам не свой, я такого состояния не помню. Иногда мы волнуемся, да, про какую-то ситуацию. Но это такое что-то кратковременное. Это было такое достаточно длительное, и тревога возрастала. И вы знаете, я помню очень четко мой момент, когда я избавился от этого. Я избавился от этого ровно в тот момент, когда я принял решение довериться Богу. Вот я понял, что все, я ничего не могу. Пусть будет как Богу угодно. И вот в этот момент, вот как рукой сняло, и для меня это было большое свидетельство. И в дальнейшем, когда трудности приходили, я вот опираюсь на это свидетельство в своей жизни. Настолько, ну вот буквально в доле секунд все поменялось. Хотя длилось до этого пару месяцев. И знаете, вот порой вот это вот решение, да, наше, довериться Богу, чем раньше мы его примем, да, тем лучше. Очень похоже, да, вот мы едем по дороге, проехали поворот, да, то есть не приняли решение довериться Богу, и мы не туда пошли. Поэтому очень хочу, чтобы мы с вами вспомнили, я думаю, у каждого были какие-то подобные ситуации, когда мы, возрастая в Господе, проживая с Ним какие-то этапы жизни, мы учились Ему доверять. И чтобы мы сегодня вспомнили и постарались во всех последующих наших ситуациях опираться на тот опыт, который был ни с кем-то. Потому что порой даже читая описание, ты чувствуешь, что это не так касается тебя, как то, что ты лично пережил. И вы знаете, еще один из примеров про доверие, над которым я хотел вот сегодня порассуждать, находится в книге от Марка в четвертой главе с 35 стиха. Это история, когда Иисус и ученики переправлялись на другой берег с 35. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят Ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, Он запретил ветру и сказал, «Море умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина». И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются Ему?» Кто же это? Это был Иисус. Это был Бог. Но Он был в обличии человека. У Него была та же плоть, что и у нас. И она также у Него могла где-то бояться, наверное. Где-то ей было плохо, неудобно. И в этой ситуации я вижу то, что Иисус четко знал, что хочет от Него Бог. Он шел тем путем, который вел его Бог. И он доверял Богу. Доверял Ему настолько сильно, что вот в этой буре он просто спал. И вы знаете, иногда такие обстоятельства в жизни, какая-то такая накаленная обстановка, и вот когда ты видишь человека, который... Ну вот он спокоен. Вот он спокоен, как-то рассудителен. И это очень сильно вдохновляет. Ты прям чувствуешь, что у Него есть какая-то такая божья сила противостоять вот этим событиям. Мне понравилось... Я давно услышал это высказывание. Говорят, что это такая восточная мудрость. Звучит она так. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Надо ее просто решить. Если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней просто бесполезно. И вы знаете, я тогда еще, когда услышал, я подумал, ну, вроде так просто, так логично. Ну, не всегда получается. Но есть Господь, который в 90-м псалме очень неоднократно говорит, что ты познал меня, и я тебя защищу. Ангелы будут охранять тебя на путях твоих. И вот этот псалом, он для меня еще чем-то как-то отметился, да, что там есть прямая речь Бога. Прямая речь Бога каждому из нас. Что если мы познали его имя, если мы его, как бы, хотим быть с ним, то он будет верным и нас сохранит. Вы знаете, на завершение своей такой короткой проповеди, я думаю, вы все слышали такое слово «шалом». Это по-еврейски мир. Мир не планета, а вот этот вот внутренний такой, ну, такой духовный мир, состояние, да. И вы знаете, есть такое мнение, что мир, именно мир, можно вот его как-то навязать, да, как-то, вот как-то, ну, принудить к нему. Но шалом – это взаимное соглашение. И вот шалом – это вот состояние нас в мире с Богом. И я вам просто всем желаю, какие бы ни были штормы, пусть бушует шторм, пусть гроза гремит, оставайтесь вот с таким Божьим шаломом в сердцах ваших.